Всем привет! Так как я затронула тему недвижимости жилья вообще в Стамбуле, у меня очень много возникло вопросов даже после сразу выхода видео про эмигрантов, как снять квартиру, как здесь задержаться вообще, что вообще, как здесь люди не знающие, скажем так, языка ситуации, как вообще, кому обратиться, куда побежать. Итак, ближе к делу. Я сейчас вам расскажу схему для тех, кто никогда в Турции, в частности, в Стамбуле не жил, как подобрать себе жилье, как его снять или купить, если на Содеракеос запросы и так далее, приоритеты. Кто здесь вообще, может быть, даже не был или был только, как турист, видел, не знаю, знаете, Султан Ахмед, Босфор, чуть-чуть Кадыкёе, и все, я готов здесь жить. В общем, у меня какая-то ситуация, что мне хочется здесь задержаться, побыть какое-то время в Стамбуле. Как мне выбрать жилье, квартиру? Вы должны определиться с инфраструктурой, своими задачами. Например, если выйдете надолго, у вас есть дети, да, это я, например, еду работать буду или нет, школа для детей, со школой хотя бы приметить, вы должны понимать территориально в городе, в каком районе вы хотите остановиться. Открывайте карту в гугле, районы, там есть на русском языке, если хотите, там на всех языках мира можно это найти, даже на арабском, и смотрите районы. Про эти районы все на ютюбе есть информация, район такое-то, это название, вбивайте в ютюбе, там на 3-4 минуты есть видео от риэлторов, которые рассказывают, что там приоритет этого района. Там не до конца можно всему верить, там некоторые важные моменты неприятные, где-то скрываются, не говорится о них, я такие видео посмотрела, проверила, в общем. Но все равно общее какое-то представление может быть. То есть первый пункт, вот тут открываете листочек, тетрадку записываете, что Гарри посоветовала. Первое, определиться со своими задачами, чем я буду заниматься в этом городе. Если я работаю на удаленке, что у меня в приоритете? Да, работу мне не надо, ребенок может пойти в любую, там, допустим, школу, мы тоже, или в школу не ходят, мы к этому не привязаны, да. То есть там, в принципе, без разницы, в каком районе жить. А что я хочу здесь делать? То есть у меня в приоритете метро, например, или я готов ездить на такси, такси дорогое в Стамбуле, да, или общественным транспортом, там пробки очень долго. Это метробаз, то есть выделенка для автобуса без пробок ехать, либо метро. По Стамбулу, я так говорю, это такая удобная, удобный вид транспорта, жить по линии метро. Затем не нужен парк, чтобы можно было погулять, там, побегать и так далее. Или, может быть, рядом набережная Босфора и так далее. Тоже мы это учитываем. То есть вы должны заранее продумать инфраструктуру вокруг вас, ваше дело, чем вы будете заниматься, приоритеты, хотите вы ездить, исторический центр смотреть, нет и так далее. То есть подумать для себя список, чем я буду в Стамбуле конкретно заниматься. От этого что зависит? Есть огромные пробки, есть отдаленные районы, из которых ты без своей машины не выйдешь. Транспортом это два часа на дороге. Даже в субботу, в субботу еще трафик больше пробки, чем в будние дни, понимаете? У вас уже сузится вот этот круг возможностей реализации здесь ходить, гулять, вообще наслаждаться жизнью. Вы можете попасть в неудобную ситуацию. Сначала прописывайте, чем я буду заниматься. Потом под вид своей деятельности, под работу, под школу, парк, не парк, набережная, не набережная и все прочее. Вы ищете район, в котором бы вам хотелось жить. Далеко или близко он от центра. А какие там люди должны жить примерно? Вот в эти видео там или с риэлтором вы можете обсуждать, если с ним познакомьтесь и так далее. Визуально смотрим на карту, смотрим, что это возможно. Если вы туристы, иностранницы, ничего вообще не знаете, не понимаете, я бы посоветовала вам смотреть в центр города, где самая движуха, вы в курсе, да? Прям в центре жить это всегда шумно, гамно, нет, зелени, не для всех совсем, да? Если вы такой более размеренный образ жизни. Отшагиваем примерно половину в азиатской части и в европейской. Такой шаг берем, да? И уже мы видим по этим районам, например, в Европе это Бейлик, Тюзу, Авджеллара, ну, такое себе не всем нравится, Быкыркёй. Вы смотрите по ценам, я просто так называю на вскидку, там и море есть, и парки где-то, да, и другие районы. Вот я, например, живу в районе Бахчишехер. Это вообще край географии Европы. У нас тут классно все условия, зелень, но если тебе надо в центр, ты фиг отсюда выйдешь вообще. А если нет машины, то просто баста, ты живешь здесь, привязанный к этому району. Ты вообще никуда не выберешься отсюда. Вот эти нюансы, в общем. Но это из ваших целей затачиваться. Вам не надо никуда шастать, смотреть центр, это исторически путешествует. Можно вам в этом районе прекрасно жить. Также и в азиатской части. Чуть-чуть отшагиваем, примерно половину азиатской части. Там начинаем спокойную жизнь себе искать. Там районы, ситы и прочее. Переходя, выбираем район. Я вам оставлю ссылку. Есть такой сайт, называется Сахибенден. Сайт турецкий. Там, если вы открываете через Google браузер, вы можете поставить автоматический перевод на язык на ваш родной. То есть не обязательно все по-турецки читать, выяснять и так далее. Вам это все будет на вашем языке переводиться или хотя бы с турецкого на английский можно поставить. То есть автоматический Google переводчик. Используйте, пожалуйста, и все проблемы понимания уж куда-то пальцем натыкать можно будет. Открываете сайт. Саталык-киралык. Кира это аренда, а саталык это продажа. Если у вас аренда жилья, даэре это квартира. Вы пишите просто даэре-киралык, киралык-даэре. Короче, не важно вообще даже последовательность этих слов, правильность написания и так далее. Пишите в поисковике просто кира можете, кира написать, да, по-русски кира, на английскими буквами. И все. И вас выдаст все, что на сдачу, на аренду есть. Там и складские помещения, и квартиры, и все прочее, прочее, прочее. Если напишите даэре, это квартира, вам будут квартиры именно. Слева, если мы смотрим на ваш монитор-экран, слева будут фильтры поля. То есть мы выбираем в Турции город, район, вписывайте, который вы до ранее определились, заранее несколько районов. Вы выбираете галочки, ставите, в каких районах вам что покажет. Там много всяких фильтров из разряда, скольки этажный дом, сколько лет дому. СИТЭ, то есть это с охраной, частной территории, за уборку, за газоны. Если там есть бассейн и так далее, все отдельно платить это не дешево будет, то есть плюс деньги. Или просто обычный дом, где за это платить не надо будет. Вы тоже выбираете эти фильтры себе. Вот строение, сколько ему лет и так далее. Фильтры эти выбрали и нажимаете, голубая там кнопочка АРА. То есть АРА это поиск. Все, вам выдает лист, что по вашим вот этим фильтрам есть сейчас. Вы там сразу видите цену за один месяц. Нажимаете на любую квартиру или там строение, которое вам понравилось. Будут фотки. Внизу какое-то описание условий. Если вы через Google вот этот переводчик автоматически вы это все переведете на свой язык, тут же прочитаете. Там с ошибками будет, с окончаниями там родом и так далее. Ну догадаетесь, о чем там написано. Там обычно общая информация. И справа у вас тоже будут фильтры. Это описание этого квартиры или помещения, которое вы выбрали. Квадратные метры, номер, например, объявления. Это какой... И дальше справа вы можете увидеть, например, это какое-то агентство риелторское, которое представляет интересы этого продавца или там арендодателя. Квадратные метры, жилая площадь, общая площадь квартиры. Там может парковка входит туда, паркинг. Или у нас очень часто есть кладовка в подвале где-нибудь в новых домах, в сетешных там есть. Это то, что квадратные метры в общую площадь входят. Балкон тоже туда, да. Жилая площадь внизу. Потом вы идете. Это сколькиэтажный дом, например, семиэтажный, а у вас второй этаж в этом строении. И так далее. Какой тип дома, например, кирпичный. Ну, в принципе, как и во всех сайтах таких по съему аренды жилья в других странах, в том числе в России и так далее. Так вот. И там внизу идет описание, сколько комнат, жилых спальных, какая там санузел, сколько их и так далее. Есть ли ванна или душ, если это указано. В общем, и фотографии. Также описано с мебелью или без, вы через переводчик это поймете. Это тоже указано. Могут быть фотографии с мебелью, как люди вот живут по фото. Но там будет пунктик, что отдается квартира без мебели. В ней, например, новый дом, в нем еще никто не жил, или после ремонта никто не жил. Там тоже все будет описано. Там очень много пунктов, посмотрите. Вот если вам понравилась эта квартира, условно вы, там есть всегда указан номер телефона, на него прям нажимаете или звоните, и тут же общайтесь на английском языке. Как правило, там всегда, в основном, не всегда, в основном там агентства представляют, риэлторы. В чем хороши турки? С ними можно торговаться. Если вы в душе своей торгаши умеете, с ними можно торговаться. Они довольно-таки продавцы, что вы хотите с них, да? Они прям не наточены, чтобы вас облапошить, обмануть и так далее. Если вы берете риэлторов наших, русскоязычных, это очень часто субриэлторы. То есть они, скажем так, накидывают свой процент от уже той стоимости, которую турецкий риэлтор выставляет, по сути, это как переводчик больше, я бы сказала, да? И они со своей выгодой из этого. То есть они не все риэлторы, да? Я, если знакома, это другая история, да? Они все равно какой-то процент себе накручивают за вот эту сделку. И где-то могут вас уламывать, уговаривать на уступки идти и так далее, где-то может не торговаться. То есть в своих тоже интересах не потерять там клиенты и тому подобное. Если вы боитесь там незнания языка и говорите по-английски, вам русскоговорящий, например, риэлтор не понадобится. Потому что на английском практически все сейчас говорят уже много, последние пять лет тут арабы столько всего покупают, арендуют, что английский тут просто родной. На пальцах объясниться все равно все это можно будет сделать. Всегда учитывайте, что в принципе практически легко идут на торг, но на небольшой, небольшой, 50% вам никто не скинет, 5% где-то примерно от стоимости. Можно болтаться там. Как торговаться с турками я уже видео снимала ранее. Хвалим, улыбаемся. Классная квартира, замечательно. Но, к сожалению, не 10 тысяч лир, а 9200 есть. В итоге на 9500 можно договориться, понимаете, да? Что еще хочу отметить. Не выбирайте район Фатих в Стамбуле и Сен-Юрт. Весь год последний, с ноября где-то, с октября, вот, то есть уже давно, уже больше полугода, из этих районов плохо дают туристический вид на жительство. Потому что там все наши СНГшники заселяются, там дешевое жилье, и все знают, что это какая-то временная история, там очень много криминала и так далее. И с этих районов вообще фактически вам туристический вид на жительство, повторюсь. Не хотят давать, кто с этой пропиской, просто сразу даже не рассматривает заявки. Вам нужна прописка в других районах в Стамбуле. Сейчас, в принципе, очень тяжело с видом на жительство получением. Если вам нужен посредник, это одна история, но я вот ей комет, сайт, заходите, читайте, там список документов, все написано. Вам вот этот посредник соберет все те же документы, которые описаны на сайте. Он вам по сути не нужен. Сейчас очень упрощена эта система. У вас должна быть выписка с банка, там список документов есть на сайте. Вы сняли квартиру, и потом с этим адресом, где вы прописались, счетчики там получили, там газа, воды, света и так далее в квартире съемной вашей, вы с ними идете подавать этим адресом на вид на жительство. На нем регистрируетесь, на зарегистрированной квартире, где вы там снимаете и так далее. В общем, история такая. Сначала определитесь, четко знаете, чего вы хотите, скажем так, простраивать свою жизнь. Из этого исходя, ищите квартиру. Ищите сразу, если вы надолго едете, на полгода, на год, чтобы не переезжать. Переезд это дорого, опять платить какое-то посредничество, проценты, саму машину нанять, вещи таскать. Берите сразу то, что вам нравится, на что у вас есть деньги, чтобы потом больше не тратить еще денег на всякие переезды. Сейчас с этим проблематично. Вообще, в принципе, найти квартиру проблематично себе посредством. В общем, вот так. Что хочу отметить. Ребят, если заблокируется YouTube и так далее, я заведу Telegram-канал. Он будет называться, как и мой YouTube-канал. Пока у меня нет концепции, что о чем. Я, если произойдет блокировка, я создам. Вы можете меня всегда знать. Сейчас его нет. Телеги мои такой для YouTube связаны. Но она будет, если потребуется. На данный момент пока что нет. Также я так же называю JBQ-блог. На Яндекс.Зене я загружаю некоторые видео свежие, которые выходят. Можете меня еще и там смотреть. Пожалуйста. Они там иногда выходят раньше, чем даже на YouTube. Спасибо за ваше внимание. Ставьте лайки. У меня всегда в инфобоксе почта. Моя личная, куда вы можете писать. Если вам нужна моя консультация как психолога. Я не риэлтор, я психолог. То пишите тоже на почту с темой письма-консультация. Мы с вами можем встретиться в Skype. Спасибо всем за внимание. Всего вам всего доброго. Хорошего. Скоро увидимся. Всем пока.